Я хочу попросить вас открыть Иписянам шестую главу, послание к Иписянам шестая глава. Я хочу проповедовать сегодня на тему влияние дьявола на человека, влияние дьявола на человека. Вот такая тема. В апреле месяце мы начали говорить на тему сущность и деятельность дьявола. Я хотел даже начать целую серию, но потом вот она прервалась. И сегодня еще одна проповедь последовательно к той теме, которая была еще в апреле. Вы можете в ютубе найти в случае его в записи и вспомнить эту проповедь. Я не думаю, что я буду продолжать серии проповедовать, но думаю, в сезон по одной проповеди буду так говорить. И мы в итоге, если будем внимательны, то получим необходимую информацию, необходимое слово, которое поможет нам в служении и в нашем сражении духовном. Потому что Писание говорит следующие слова. Давайте их прочитаем с 10 по 13 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против кузни дьявола, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобых поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злы и все преодолев устоять». Я повторю еще раз тему, на которую буду проповедовать сегодня – влияние дьявола на человека. Мы видим, что данный отрывок нам говорит, что наши враги – это не люди. Наше сражение не против крови и плоти. Не муж, не жена – это наши враги. Не наши дети, тем более, не начальник на работе, не пастор в церкви. На самом деле наш враг – он невидимый. Это бестелесные духи, падшие ангелы, которые выступают стройно против нас армией. И, вы знаете, Иисус однажды сказал, что все, что хочет дьявол, он хочет украсть, убить и погубить. Вот это его сын в нашем сражении. Он хочет украсть все, что нам дорого. Зачастую он хочет украсть наших детей, украсть наше здоровье, наше благословение, наш финансовый достаток, уверенность в завтрашнем дне, мир в сердце. Он хочет нас убить. И здесь имеется в виду прямое значение. Он желает просто, чтобы мы как можно быстрее закончили свою жизнь. Посетить нас болезнями и, в конце концов, увести нас раньше с этой земли. И, в конце концов, он хочет нас погубить. Вот это касается нашего вечного состояния, наших отношений с Богом. Он желает, чтобы мы свою вечность провели в Ангелии. Но Бог дает нам все необходимое, чтобы мы сражались эффективно против врага и вышли в итоге победителями. Дьявол, мы видим, апостол Павел использует такую фразу «наша прайм» – это очень близкие горы. Это как будто два человека машутся кулаками на территории ринга. То есть они легко способны достать друг друга. И вот мы способны коснуться дьявола, дьявол способен коснуться нас. И, естественно, у дьявола есть какие-то инструменты, как он пытается повлиять на человека. Я хочу начать с этого. Я хочу показать вам четыре пути, как он передает определенное влияние в нашу жизнь. И первое влияние заключается в следующем – он передает мысли. Это самый распространенный путь, как дьявол атакует человека, принося искушения. Наверное, самый яркий пример можно найти в Деянии апостолов 5 главе. Там семейная пара, Анания и Сапира, решили послужить Господу. Они решили продать имение и принести пожертвования, все, что они продадут. Но потом где-то на пути вмешался дьявол. И они решили немного денег украсть, но не украсть, а просто не додать. И при этом сказать, что мы все-таки пожертвовали все свое имение. Когда Анания стоит перед Петром, в Деянии апостолов 5 главе 3 стихе, мы видим, как Петр обращается со следующими словами к Ананию. «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» То есть мы видим, что дьявол вложил мысль. Оказывается, причина, почему так действует Анания и Сапира, потому что дьявол вмешался, и он посеял вот эту мысль. Не додать, но сказать, что мы все на самом деле принесли Господу. Вы знаете, дьявол будет подкидывать мысли в разум всех сидящих здесь. И на самом деле это еще не грех. Грехом является момент, когда мы начинаем размышлять над плоскими мыслями, которые мы родили сами, или которые дьявол подкинул. Писание говорит, плоские помышления о враждах против Бога. Вот как только мы задумались над этими мыслями, пригласили их на белый танец, то тогда в этом случае это уже становится грехом. Мартин Лютер сказал так по этому поводу. «Мы не можем помешать птицам летать над нашими головами. Но мы не должны позволить им свить гнездо на нашей голове». Однозначно, птицы будут летать, разные мысли будут приходить, но мы не должны позволить этим мыслям, в конце концов, повлиять на нашу практику жизни. А каковы мысли в душе человека? Каков и он. Если человек начинает размышлять над этими греховными мыслями, то скоро он начинает практиковать все это. Единственный путь, как мы можем победить дьявола в борьбе в нашем разуме, это научиться активно размышлять над истиной. Когда мы истину держим в нашем разуме, когда мы свободно размышляем о Господе, о Его путях, о Его истине. В Псалме 118-11 стихе говорится «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить перед тобой». Чтобы в сердце сокрыть Слово, вы знаете, его нужно выучить наизусть. Излучально мы учим наизусть стихи Писания. Нужно над этим Словом думать. Нужно в нужный момент суметь достать это Слово, чтобы применить его в своей жизни. Чакс Виндов – это один известный учитель Священного Писания, пастор. Однажды он проповедовал в одной семинаре. И это были такие долгие лекции. Шел десятый день, он две недели должен был преподавать, и вот шел десятый день. Он чувствовал себя одиноким, хотелось семью, уставшим после занятий. И он подходил к лифту, чтобы подняться в свой гостиничный номер. И вдруг две женщины вместе с ним зашли в лифт. И в лифте вдруг одна женщина сказала, что вы делаете в 18.00? Не хотели бы, чтобы сегодня провести как-то в вечер скоротай? Вы знаете, и в этот момент Чакс Виндов говорит, ну для меня поднялось несколько мест Писания сразу, которые говорили об искушении, говорили о том, как важно бодрствовать, о том, насколько Бог запрещает нам прелюбодействовать, вступать в какие-то неправильные сексуальные отношения. Он говорит, эти места Писания просто начали бомбардировать меня изнутри. И говорит, я без всяких затруднений сказал, извините, я занят в это время. И он просто отказал. И когда он вышел из лифта, он сказал, yes, да, я расскажу телу и все свои места, как с этим нужно сражаться. Нужно выучить места Писания, чтобы в нужный момент они могли внутри тебя подняться. Единственный путь, как победить дьявола в нашем разуме, это научиться активно размышлять над истиной. Когда ты думаешь о Божьем Путе, когда ты думаешь о Священном Писании, и оно глубоко живет внутри твоего сердца так, что ты в любой момент можешь достать из своего сердца его, для того, чтобы применить в нужный момент. Есть один писатель современный, Ром Майерс, и в то же время он преподаватель в институте Орла Робертса. Это 50-нический институт Соединенных Штатов Америки. И этот преподаватель, он занимается миссиологией. Он написал книгу «Привычки высокоэффективных христиан». И в этой книге он пишет о такой интересной особенности. И он говорит, дьявол даже не столько сеет мысли, говорит он, сколько привлекаем нашими плотскими мыслями. Вот эта мысль может показаться даже еретической или какой-то, ну, смелой, по крайней мере. Но на самом деле мы очень легко можем найти поддержку в Священном Писании, потому что он говорит, да, дьявол сеет мысли, но он также привлекает нашими плотскими мыслами. Дело в том, что Писание говорит, плотские помышления – это вражда против Бога. Это грех. Грех всегда виден в духовном мире. Вы знаете, нигде в Священном Писании не говорится, что дьявол способен читать наши мысли. Об этом ничего не говорится. Но однозначно дьявол всегда чувствует запах, что что-то неправильное, что-то греховное. Это его территория. Здесь он всегда имеет власть, может вмешаться. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что одно из названий дьявола – это бельзел, то есть князь мух. И вот если я сюда поставлю мешок с мясом, капитры, то к концу уже проповеди здесь слетятся мухи. Не видно. Это мясо внутри мешка, но мухи слетятся назад. Вот точно так же бесы, они привлекаемы грехом. Возможно, этот грех даже они не знают конкретно, что происходит внутри нас. Но они видят эти греховные процессы, они видимы в духовном мире. И они, бесы, привлекаемы горечью, завистью, ревностью, самыми различными нечестивыми мыслями, которые есть внутри человека. Все, дьявол привлекаем на все это. Второй путь, как дьявол может атаковать человека – это стрелы лукавых. В Ефесянам 6.16 говорится, «Апаче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавых». Стрела – это то, что ранит человека. Это то, что причиняет боль. Если вы поражены стрелой, это обязательно причинит вам боль. И стрелы… Я хочу привести два примера, что может быть стрелой для нас. Во-первых, это все, что сказано пустами. Иногда это сплетни, иногда это слухи, иногда это, знаете, проклятия, иногда это пророчества, в кавычках, которые дошли до нас. И в итоге они больно ранены, нас поцарапали, нашу душу. Например, в Салме 63, с 3 по 5 стих Давид говорит так, «Укрой меня от замысла коварка, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой и извительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся». Вы знаете, здесь рисуется язык, как инструмент, которым человек может быть поврежден. Это может быть оружие ближнего боя, меч. Это может быть оружие дальнего боя, стрела в лук, когда на расстоянии. Иногда люди напрямую что-то сказали, что это тебя ранило. А иногда ты с людьми не разговаривал, но до тебя долетел. И для тебя это больно. Я повторюсь, что иногда ты, может быть, услышал про «бойчество» в кавычках. Например, Артур Симоньян, он рассказывает, как однажды ему пришло в таком письменном виде пророчество. И он готовился его прочитать, и Бог вдруг обратился к нему, чтобы он пошел в туалет и смыл это пророчество. Вот он пошел с этим письмом по служанию, бросил в туалет и смыл его. И Бог говорит, если бы ты его прочитал, оно остановило тебя на два месяца. Вы знаете, иногда человек, вот он активен, что-то делает, вдруг какие-то слова долетели, он даже не видел этого человека. Но он уже, знаете, клиент лазарета, а не активный боец. Ему уже нужно исцеление в его жизни проблем. Повторюсь, иногда бывает так, что мы даже не знаем, кто сказал эти слова. Мы не знаем, говорились ли эти слова, но они могут влиять на человека. Например, бывают проклятия, которые высвобождены устами в жизнь людей. И, конечно, Священное Писание, оно успокаивает нас. В книге притчи 26 главе 2 стихе говорится, как воробей вспоминет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Незаслуженное не сбудется. Но вот что делать с заслуженным, когда оно заслужено, когда оно по определенной причине, в результате наших греховных действий, высвобождено в нашу жизнь. Хочу вам привести такой реальный пример из реальной практической жизни. Девушка-христианка впала в искушение и переспала женатый мужчина. Она соблазнилась. Но дело в том, что жена этого мужчины узнала о ситуации, и она прогрела эту девушку. Она прогрела ее, и прогрела ее рот, и прогрела ее детей, все на свете. Обстановка в момент высвобождения этого проклятия была очень тяжелая. Было настолько, можно сказать, можно было предметы, кажется, класть как на полку. Настолько все, тучи просто, темноты были в этот момент. Вы знаете, более зрелая христианка, она этой девушке принесла слава утешения из книги-притчи 26 глава 2 стиха. Как ласточка вспахнет, как воробей улетит. Незаслуженное проклятие не сбудется, но вот эта юная девушка, она говорит, а что делать, если заслуженно? Я не буду перечислять все, что мы можем сделать в этом случае, но самое главное, нужно сделать это проклятие незаслуженным через покаяние. Когда мы каемся, когда мы основу закону для того, чтобы проклятие опустилось, убираем, чтобы кровь Христа смогла смыть. Еще лучше, когда мы это исповедуем, для того, чтобы кто-то мог нам качественно послушать при душах упечений, помолиться за это и разрушить влияние этих злых слов в жизнь человека. Итак, есть первый путь, как мы можем видеть, вот стрела достигает нас, это уста, это слова. А второе, это болезни. Иногда, знаете, дьявол приходит, посещает нас болезнями, и тогда это тоже очень сильно ограничит нас. Стрела – это то, что ранит нас и ограничивает. И когда мы смотрим в Новом Завете, то, читаем в Новый Завет, мы видим множество болезней, природы которой были бесовские силы. Женщина, скорченная в спине, я помню, вот у нее была такая проблема со спиной, и она была настолько скрючена. Писание говорит, что демоническая природа была в этой болезни. Или Иисус изгонял демона, и человек начинал слышать. Был изгон демон, человек начинал видеть. Или начинал говорить. И оказывается, иногда причина таких проблем – это демоническая природа. Всегда лей? Нет. Мы можем сказать, что многие болезни, они имеют совершенно другую природу. Есть проблема в том, что мы живем в мире, который поражен грехом в результате грехопадения Адама. Поэтому в мире есть вирусы. Поэтому есть ветер, который холодный, может привести нам к простуде. Мы, в конце концов, можем обжечься, соприкасаясь с природой. А есть механические повреждения. Человек упал с высоты. Или, например, зажал руку в дверях. Знаете, нет никакого диалога. Это просто человек механически повредил свою руку. Или химические повреждения. Лекарства. Много лекарств – это тоже очень плохо. Лекарства или некачественная, недоброкачественная пища зачастую может разрушать организм. И я хочу вам сказать, множество болезней – это результат закона греха и смерти внутри человека. Апостол Павел говорит, не живет внутри меня ничего доброго. Человек поврежден грехом. В результате даже христианин от этого закона не освобождается. Нечестивые мысли, они по-прежнему действуют. В конце концов, этот закон приводит нас к тому, что мы умираем. И поэтому наши благочестивые люди, к сожалению, могут болеть. Но в то же время, писание говорит, что есть болезни, которые имеют демоническую природу. Я слышал такие случаи, когда хирурги собирались оперировать в опухоль, метастаз. И она начинала просто путешествовать в теле. То есть, например, на конечности она начинает путешествовать. И люди понимают, что естественным путем это никак не вестишь. Вот она, опухоль. Вот мы собираемся ее сейчас удалить. И она вдруг начинает путешествовать. Она начинает вдруг исчезать. И люди понимают, что это демонические природы болезнь в данном случае. Можем ли мы сказать, что вот мы обнаружили какую-то болезнь, и она демоническая природа, например, какой-то рак демонической природы. Можем ли мы сказать, что всегда рак демонической природы? Нет. Зачастую одна и та же болезнь может иметь разную природу. Но что нам делать, если мы встречаемся с болезнью, если вот эти стрелы, они поразили нас? Вы знаете, мы всегда можем просить Бога обращаться к Богу за помощью, чтобы Он исцелил нас. Я, по крайней мере, три причины для этого вижу. Во-первых, Иисус, сам Господь, называет себя в Священном Писании, что Он целительный. Мы видим, в исходе 15 главе 26 стих, Бог называет «Я Бог целительный». Это относится Его имен, Он ему нравится исцелять. Вторая причина заключается в том, что Иисус дал нам молитву, как образец Отче наш. И там говорится, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, на небе нет больных. Поэтому ты всегда можешь молиться о том, чтобы Его воля опустилась на землю, чтобы болезнь исчезла. И третья причина есть обетование. Писание говорит о том, что ранами Иисуса мы исцелились. На кресте Иисус достиг того, что благодаря вот этим ранам и повреждениям мы можем получить исцеление на самых различных уровнях. Полнота этого обетования сбудется, я неоднократно говорил, при воскресении. Когда будет воскресение, мы получим тела, но в которых абсолютно никаких болезней не будет. Не будет ни хромоты, не будет никакого несовершенства. В этих телах мы сможем жить вечно. Но сегодня мы переживаем силы будущего века и с верой обращаемся. И Писание говорит, просите, дано будет вам. Ищите, найдете, стучите, и отворят вам. Третий путь, как дьявол может воздействовать на человека, это козни. Ефесянам 6, 11, говорится, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать простым козни дьявольства. Что такое козни? Это события вокруг нас, которые влияют на нашу веру, на наш отдых, возможно, а возможно, на наше служение Богу. Дьявол каким-то образом вмешивается в нашу жизнь и в наши отношения с Господом. Козни, события вокруг нас. Знаете, апостол Павел рассказывает в 1 Фессалоникийцам 2,18, он говорит в Фессалоникийцам. И потому мы, это множественное число, мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. То есть Павел говорит, что ни он, ни его команда, мы пытались, мы хотели, но дьявол вмешивался, наши планы ручились. Вот Павел никак не объясняет, как дьявол вмешивался. Но что мы можем предположить? Может быть, просто массовая болезнь команды. Хотели пойти, но вместе вдруг все заболели, какой-то вирус их посетил. Или, может быть, какая-то ситуация, когда собирались уже послать миссионера, и вдруг деньги в команду украли. Или, может быть, они собирались уходить, но вдруг в церкви, в которой они находились, возникли обстоятельства, такие конфликты, что нужно было остаться, разрешить все это. Мы не знаем, ничего об этом не говорится, но козни – это обстоятельства вокруг нас. Я хочу, чтобы мы не зашли в такую крайность, когда мы буквально совсем начинаем видеть дьявол. Вот здесь вот иногда возникает ошибка, у человека машина не завелась, все, это дьявол. Стиральная машинка не завелась, вообще, в войне дьявол, дьявол в квадрате. Я хочу вам сказать, и да, и нет, за естественными какими-то явлениями может быть дьявол, и может не быть дьявол, они должны в какую-то крайность приходить. Действительно, если вы собирались ехать на евангелизацию, где-то служить, и вдруг вы попали в пробку, и вы не можете попасть на собрание, вас там ждут, и вы не попадаете, мы можем сказать, что действительно за этим может быть дьявол. Но не всегда ли пробка это дьявол? Нет. Нет, конечно. Или вы собирались куда-то послужить, и вдруг вы заболели, так что вы не можете приехать и послужить. Это тоже не что иное, как поздний дьявол, через который дьявол препятствует исполнению божественной воли. Однажды один африканский пастор приехал служить в Америку. Он служил для пасторов на пасторской конференции «Как сражаться с врагом?». Дело в том, что этот пастор, он нес служение в небольшом селении, 25 тысяч человек, но церковь была 20 тысяч человек. Еще раз повторюсь, 25 тысяч человек, 25 тысяч – это все население, а церковь – 20 тысяч человек. То есть, можно сказать, 80% населения – это церковь. Это большое чудо, это не просто население, там, в 3 тысячи человек, это большой город, селение, 25 тысяч человек, 20 тысяч человек – церковь. И он говорит, мы победили в воздухе, мы победили врага в молитвах, а потом мы увидели, как это реализуется на земле. И его пригласили, чтобы он учил на эту тему в Америке. Он приехал учить, вы знаете, его жена осталась, как сапастор, проводить воскресное богослужение. И вдруг ему позвонили, что он на выходе из церкви после воскресного собрания, его жену застрелили. И он должен срочно вернуться, чтобы похоронить свою жену. Вот такой снизил. Враг вроде бы невидимый, но при этом сражение с ним и последствия этого сражения очень даже видимы. Когда обстоятельства вокруг тебя препятствуют тебе порой, исполни то, что хотелось бы исполнить, для того, чтобы принести плоды для Господа. И четвертый путь, как дьявол, воздействовать на человека – это похоти. В Евангелии Иоанна 8, 44 Иисус говорит, «Ваш отец – дьявол, он обращается к фарисеям, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец – лжи». Похоти – это желание. То есть дьявол, он может передавать желание изнутри человека или очень близко находясь к человеку, но однозначно это очень такое тесное соприкосновение с человеком, когда дьявол перекладывает свои желания. Вот человек, который близко с Богом, он может начинать очень ясно ощущать желание Бога, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Переписам 2, 13 говорит, «Бог производит вас, хотение действия по своему благоволению». Если ты в молитве, если ты в хвале, если ты ходишь в духе, знаете, ты начинаешь ощущать, как Божье желание пульсирует в твоем сердце. Ты понимаешь, что хочет Бог. Но кроме дьявольских желаний, кроме божественных желаний, Библия говорит о том, что есть еще желания человека. И они могут быть хорошими, и они могут быть плохими. Например, в Иакова 1, 14 говорится, что «мы искушаемся, обольщаясь своей собственной похотью». Это наши собственные желания, понимаете? Вот такие нехорошие. И вот человек увлекся, обольстился, и вот нехорошее желание. Но в Филипписам 4, 6 говорится, «открывайте свои желания перед Богом». И здесь подразумеваются не только плохие желания. И мир Божий, который превышен всякого массу, глядет сердца ваши и помысления ваши во Христе Иисусе. Вы знаете, мы можем открывать и хорошие какие-то замыслы, что там в нашем сердце живет, какие-то мечты. Мы можем говорить об этом с Богом. Есть хорошие, есть плохие. Так вот, очень важно, чтобы наши желания, они вошли в резонанс с божественными желаниями. И чтобы они ни в коем случае не вошли, вот наши плохие желания, в резонанс с бессобскими желаниями. Есть такое понятие резонанса, это из физики, когда две волны, соединяясь вместе, в какой-то точке создают самую большую амплитуду волны. Ну, классический пример, это когда люди идут по мосту, какой-то отряд, и командир говорит, сбить шаг. Деревянный мост, и мост, соответственно, прогибается. И если, например, нижняя точка прогиба, и в этот момент все дружно наступили, то мост может сломаться. Поэтому командир дает команду, сбить шаг, чтобы не наступил резонанс. Вот практическое применение. Но мы должны понять, у нас не должно быть резонанса наших желаний плоских и бессобских. Потому что в этом случае мы видим массу негативных плотов в нашей жизни. Но нам нужно стремиться, чтобы наши желания вошли в резонанс с божественными желаниями. Вот это самое лучшее. Аминь. А каждый один фермер из Техаса приехал к своему другому фермеру в Австралию. И он впервые увидел кенгуру. И он так, знаете, увидел кенгуру. Так голову почесал и говорит, действительно, ваши кузнечики больше наших кузнечиков. Вы знаете, когда мы думаем, кто настоящий враг, кто кенгуру, моя плоть или дьявол? И многие христиане думают, дьявол – это кенгуру. А вот моя плоть – это кузнечик. На самом деле, настоящий враг – это наше я. Вот это такой кенгуру, который надо победить. Если ты победишь свое я, а в нашей, как Павел говорит, не живет внутри меня ничего доброго, нам нужно постоянно сражаться с этим законом греха внутри нас, который подкидывает нечестивые мысли, нечестивые желания. И мы это преодолеваем посредством другого закона, соединяясь в отношении с Богом, посредством закона духа жизни. Когда мы в контакте с Богом, у нас появляется власть преодолевать эти искушения. Если ты умер для вот этого кенгуру внутри тебя, дьявол будет для тебя, как кузнечик. Потому что писание говорит – покоритесь Богу. Смотри, если ты покорился Богу, ты действительно вот этим вот нечестивым желанием не подаешься. Противостаньте, дьявол убежит от вас. Все, дьявол будет, как кузнечик. Но если ты позволил развиться нечестивым желанием, я хочу сказать, дьявол таким кенгуру станет гигантским просто. Которому человек никак не может вообще подчиниться. Сила дьявола, она в законности. Я хочу привести вам пример один. Представьте себе стол и на нем вот такая железная пластинка. Мы просто ее положили сверху и на эту железную пластинку поставили человеческую фигурку. Но под столом у нас магнит такой мощный. Вот это дьявольское искушение. Знаете, когда он соединяется вместе с магнитом, с железом, магнит начинает двигаться под столом. И пигурка человеческая двигается. Вот так дьявол, он руководит людьми. Если, знаете, у него искушение, и внутри есть вот эти вот желания человеческие плоские. Значит, это все начинает резонировать, все это начинает соединяться, и все, дьявол начинает управлять человека. Но если вы фигурку поставите вне этой пластинки, как бы там ни двигался вот этот магнит, ничего не получается. Потому что человек просто стоит на своем месте, покорный Богу, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит опасно. Иисус Христос в Евангелии Иоанна 14 главе в 30 стихе сказал, «Вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего». Вот тот высокий стандарт, к которому мы должны стремиться. Когда дьявол водит магнитом своими искушениями вокруг нас, и он не может добиться, чтобы мы прореагировали. Еще одна иллюстрация. Сегодня у нас современные автомобили, когда у нас есть такой, знаете, радиоключ, мы открываем наш автомобиль на расстоянии, чик, и все, и уже дверь открылась. Потому что есть какое-то взаимодействие с дверью, есть что-то в самом автомобиле, что взаимодействует с вот этим ключом, который в нашей руке. Вот у дьявола точно так же есть такой ключ, он ходит. Знаете, очень важно, чтобы ничего не нашлось. А у нас такого, что открывается, а каким-то образом откликается на его нажим. Если откликается, если он видит эти вот плоские вещи в нашей жизни, то в результате он начинает руководить этим человеком. Теперь я хотел бы показать вам, что есть различные уровни влияния врага на человека. Вы знаете, я обнаружил, что по крайней мере 7 уровней есть. И я сейчас постараюсь показать, очень быстро пробежаться по этим уровням. Но самое главное, что мы должны понять, что дьявол хочет как можно ближе и плотнее познакомиться с человеком. Он хочет просто внедриться внутри человека, потому что изнутри он может уже легче руководить человеком и его жизни. И его цель – украсть, убить и погубить. И первое, что мы видим, это общее влияние. Оно на верующих и на неверующих. Некоторые думают, что Ял, он только атакует верующих людей. Неверующих, он вообще ими владеет. И беседа на вторая тала. Первый и второй стих говорится. То есть неверующий человек назван сыном противления. И дьявол, он контролирует этого человека непосредственно, через грех, через систему мировоззрения, которую мы называем мир. Но он влияет на человека, он держит его в своем плену. И я хочу сказать, что точно так же, так как мы живем на вот этой вот территории, где дьявол назван князем мира сего, он владеет этой территорией полностью? Нет. Писание говорит, что Господня земля, и что наполняет ее? Адам передал власть дьяволу здесь на земле. И помните, как дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне и говорил, что мне эти царства преданы мне, поклонись мне, я тебе дам. Это не была ложь, это была правда, но эта власть, она была передана от Адама в результате грехопадения врагу душ человеческого. И вот дьявол, он влияет и на человека верующего, и на неверующего. Но есть второй уровень влияния. В Эфесянам 6 главе говорится, что иногда в жизни верующих наступает день злой. Скажи, день злой? День злой. Что такое день злой? Это когда дьявол идет в обанк. Вы знаете, то есть дьявол готовит почву для того, чтобы атаковать. И вот в лучшем условии он начинает просто атаковать жизнь человека. Я прочитаю вам то, что я здесь сам написал. Наш противник не так-то прост. Он имеет многотысячный опыт обольщения человека. Он невидим и очень хитер. Он способен ждать долго, старательно изучая наши слабости. Ожидаясь момента, когда мы будем не в лучшей духовной форме и не готовы к его атаке. Он также имеет сильную волю и исполнит ненависти к нам. Нам никак нельзя игнорировать нашего врага. Писание многократно призывает нас в бодрствовать и молиться, в бодрствовать и трезвиться. Потому что когда ты не в лучшей форме, вдруг все начинает идти не так, как ты хотел бы. И дьявол хочет повлиять на нашу веру, хочет, чтобы в итоге мы отказались от нашего упования на Иисуса Христа. Третий уровень влияния – это контроль в области, где дьяволу дали место. Эфицианам 4.27 говорит «Не давайте место дьяволу». То есть если мы открываем двери посредством греха, то в результате дьявол приходит в нашу жизнь, поселяется. Он говорит «Я здесь хозяин, мне дали место, потому что там и грех – это его законное место». И в каких областях мы можем давать? В самых различных. Кто-то в одной области, кто-то в другой, кто-то в области воспитания детей, кто-то в области финансов, кто-то в сексуальной сфере, вопрос отношений, кто-то дал место дьяволу в вопросе здоровья. В самых различных сферах мы можем предоставлять место дьяволу. И дьявол, кстати, укореняется тогда в жизни человека. Четвертый вид влияния – это твердыния. Прошу вас, откройте это место. 2 Коринфянам 10 глава. 2 Коринфянам 10 глава, 4-й, 5-й стихи. 2 Коринфянам 10 глава, 4-й, 5-й стихи. И когда здесь говорится о твердынях, то речь идет не о каких-то твердынях в космосе, с которыми нам нужно бороться. Речь идет о мыслях человека. Твердыня – это такой узор мышления человека, который не соответствует слову. Какие-то стереотипы мышления, какие-то взгляды человека на какие-то вопросы, которые не соответствуют священному писанию. Противоречат. Ну, это могут быть и богословские взгляды, и просто какие-то практические взгляды. Простой пример. Человек, у него такой взгляд – пьянство зло. Ну, христианин, он говорит – пьянство зло. Но иногда в такой безопасной обстановке надраться хорошо – это хороший просто разгруз психологический. И вот. Так, иногда по праздникам, когда надо, вы знаете, спустить пар, просто расслабиться. Как вы думаете, повлияет это на практику жизни этого человека? Праздники будут все чаще и чаще. Напряжение и стрессы будут все сильнее и сильнее, как ему кажется. Ну, что такое? Вы знаете, и уже никогда только праздники, никогда стрессы, уже все время как-то нету настроения, и хочется убежать от проблем. И как страус в песок засунул свою голову от того, что происходит. Очевидно. Просто вот такой взгляд. И в результате человек – это обязательно повлияет на практику жизни человека. А вот богословское, например, твердвение. Человек говорит – спасает Иисус, только Иисус. Но, говорит, во всех религиях, если человек искренне ищет Бога в любой религии, Иисус спасает его. На самом деле, все, что он переживает там – это Иисуса. Иисус его спасает. Знаете, это повлияет на практику жизни этого человека? Конечно. Будет он проповедовать людям из других религий? Нет. Зачем? Самое главное, чтобы искренним был в своей религии. Он все равно Иисус его там спасет. Ложь отъявляет. Мы должны ясно верить в заместительную жертву Иисуса Христа. На Голгофском кресте, чтобы обрести спасение. Иисус умер за меня. И он воскрес. Это говорит о том, что эта жертва была принята. И я могу возложить на нее свое упование. Аминь. Или, например, еще такой богословский перекос. Иногда вот это твердыня сразу вкладывается в сознание людей, когда только человека буквально приводят к Иисусу Христу. И, вы знаете, ему говорят – придешь к Иисусу, у тебя не будет проблем. Ты станешь здоровым и богатым. Ну, я, может быть, так приукрашиваю. Ну, как бы у тебя проблем не будет вообще с Иисусом, никаких трудностей. Так классно будет. Так и на самом деле. Иисус помогает нам в трудностях нашей жизни. Аминь. Трудности по-прежнему встречаются. Ну, что будет, если у человека вот такая твердыня была насажена, и вдруг первая какая-то сложность. Действительно тяжелое обстоятельство в жизни человека. Как он прореагирует? Вы знаете, будет очень смущено. Я думаю, что где-то будет очень разочаровываться в своей вере к Иисусу. Аминь. Пятый уровень влияния – это временное, но регулярное влияние демона на человека. Яркий пример – это Саул. 1 Царь 16, 23 говорится. Когда Духа Бога бывал на Сауле, то Давид взял гусли и играл и от родни, и лучше становилось Саулом, и Дух злой отступал от него. Здесь мы видим силу прославления и поклонения. Знаете, Давид поклонялся, бес уходил от Саула. Но смотрите, этот злой дух не всегда был на Сауле. Иногда он приходил, иногда он уходил. Знаете, я таких людей называю «дачей дьявол». Вот есть такие места, где человек не всегда бывает. У кого-то из нас, возможно, есть дача. И дача, мы там не жильем всегда, но иногда приходим там, а так вот. Вот смотришь иногда, человек, дача дьявола, смотришь, вроде бы у него проблемы бесовские, пастор пытается ему помочь. Хорошо, здорово. Потом встречает этого человека, у него снова то же самое. Дача дьявола. Потому что сила дьявола в законности, если человек не уничтожает законное право, почему дьявол приходит и гружит. Дьявол так и будет приходить, посещать его. Вот интересная вещь в отношении Саула. Саул, братья и сестры, позднее мы видим пророчество в 19 главе. Это уже время, когда дьявол иногда приходит на его жизнь. Эта мука садилась, улетала, садилась, улетала. Но однажды он погнался за Давидом, пришел в сон пророка, в Дух Божий сошел на него, и он лишал его пророчества. Это было настоящее пророчество, это бесовское проявление. Настоящее пророчество. Знаете, иногда такие люди бывают в церкви. Вот здесь очень путаницы много. То иногда настоящее от Бога, то иногда бесовское. Попробуй здесь разберись. И проблема заключается в том, что душа человека, как неосвещенная земля. Когда место дьяволу дается, то тогда иногда бывает что-то от Бога, иногда что-то не от Бога. Знаете, лучше таким людям не давать возможности по-настоящему, знаете, практиковать свои дары, как они говорят. В моей жизни была такая ситуация, в той церкви, в которой я рос. В одной домашней церкви, там ободряли, чтобы верующие действовали в Дарак Духа Святого. И вот одна сестра, она начала очень активно пророчествовать. Паспорт пришел, посмотрел, и у него первое впечатление, он не знал, как на это прореагировать. Люди начали сходиться. Значит, сверхъестественное всегда влечет. На домашнюю группу приходило больше, чем по 20 человек. Представьте, домашняя группа и просто собрание, 20 человек собрало. Потому что сверхъестественное, оно влечет через человека, знаете, так или Господь, он там что-то где-то попадает. Но паспорт потом увидел, пришел еще раз, еще раз и увидел, что, ну, это никак не может быть Бог. Настолько это просто бесцовские проявления. Идеяло просто взял все под контроль. Действительно, иногда люди могут промахиваться. Но когда ситуация, когда бес взял все под контроль и подделывает, дарует Духа Святого, конечно, это все нужно останавливать. И паспору пришлось все остановить в данной ситуации. Потому что Писание говорит о дьяволе, что, знаете, есть такое название, Дух Антихриста. Анти. И анти – это против, и анти – это вместо. Иногда дьявол очень тонко подделывает работу Духа Святого. И таким образом разрушительно действует церковь. Шестой уровень воздействия дьявола на человека – это демоническое отягощение. Вы знаете, вот такого термина нет в Священном Писании. Я сам его ввожу, чтобы объяснить вообще, о чем мы говорим. Значит, это тот случай, когда бес реально присутствует в жизни человека. Внутри, в очень близком контакте, он, что называется, висит на человеке. Но он вот с этого близкого очень расстояния нашел место в жизни человека, как присоска. И он влияет на человека. Демоническое отягощение. Здесь встает вопрос, а может быть что-то такое в жизни верующего? И некоторые говорят, покажи ты в Писании хоть один случай, где бы такое было. Но я хочу вам сказать, что Писание ничего не говорит о том, что такое может быть или такое не может быть. Вообще, вы должны знать, что в богословских баталиях термин от несказанного – это запрещенный термин. Это запрещенный аргумент, прошу прощения. То есть нельзя аргументировать свои выводы на основании того, что не сказано в Священном Писании. Делать вывод на основании этого. Хочу привести вам пример. Иногда я езжу в какие-то церкви, в семинар проводить. Или, например, приезжаю в духовную академию благодать прочитать лекции. Скажем, я прилетел в воскресенье утром. Дома деду. К обеду меня привезли через 4 часа в академию. И после обеда я приступил к занятиям. В конце концов, супруги и аббасами делают послание о том, что я прилетел, я добрался. И после обеда уже приступил к занятиям. У меня вопрос к вам. Значит ли это, что я не почистил зубы в это утро? Я этого не написал. Это абсолютно не значит. Как бы само собой подразумевается, что я почистил. И в то же время это может говорить о том, что я действительно забыл их почистить. То есть это может быть и да, и нет. Ничего нельзя доказать отсутствием какой-то информации. Если нет информации на эту тему, мы просто не делаем никаких выводов на основании этого. Этой информации нет. Я хочу вам дать один аргумент из Священного Писания, что это может происходить с верующими в Иисуса Христа. Этот аргумент из Имангрия от Луки. Откройте, пожалуйста, Луки, 13 главу, с 10 по 18 стихи. Здесь говорится, в одной из Синамбук учил он в субботу. Там была женщина по 17 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «И шесть дней, в которые должно дело, те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Рецемент, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведут ли по ей сию же дочь Абрамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить откусик в день субботний». И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. А вставим к стороне вопрос субботы, мы просто видим больную женщину, и природа болезни ее демоническая. Это сатана 18 лет уже приносит эту болезнь. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что когда Иисус беседовал с парисеями, он говорил, «Вы не дети Абрамов, вы дети дьявола». Если бы были дети Абрамов, вы делали бы дела Абрамов. Но об этой женщине он назвался очень высоко, и назвал ее доча Абрамов. Знаете, женщина вообще не обязательно будет в синагоге в Иудайске. В Иудайске мужчина должен быть в субботний день обязательно, а женщина ответственная за воспитание детей. И вот мы видим женщину, у которой есть жажда, у которой есть стремление к Богу. Это женщина в синагоге. И Иисус отзывается о ней, как от дочери Абрама, подчеркивая веру этой женщины. И я повторюсь, хочу сказать вам, братья и сестры, мы все во Христе Иисусе. Как братья и сестры во Христе Иисусе, мы имеем тот же статус, что и эта женщина. Мы семя Абрамова, мы дети Абрамова. Поверь в Иисуса Христа. Галатам 3,29 говорит, «Если же вы Христовы, то вы семя Абрамова в обетовании наследники». Мы видим, что женщина, которая была в наследнице обетовании Абрама, она имела весы. Несмотря на свою веру, Иисус отозвался о ней. Но этому бесу никто не сопротивлялся, никто не противостоял. И этот бес висел на этой женщине, принося болезнь. Заметьте, бес издан, болезни уходят. То есть некоторые болезни, их исцеление – это, по сути дела, освобождение от бесовского влияния. И есть последний уровень влияния – это одержимость. Одержимость – это полное владение человека. Ну, яркий пример – Гадаринский бесноватый. Марка 5, глава Луки 8. Вы можете увидеть Гадаринского бесноватого. Он раздевается, он живет в гробах. Не нужно даже развлечения, чтобы понять, что этот человек – он занят дьяволом. Потому что дьявол контролирует его волю. Почему не может быть одержимым верующим Иисуса Христа? Потому что одержимость – это полное обладание. А если человек верующий в Иисуса Христа, если он дитё Божие, его Господь – это не дьявол. Его Господин – это Иисус Христос. Но он может быть отягощен. Я хочу, чтобы мы почувствовали разницу в теме. Отягощение может быть? Одержимость – нет. Одержимость человека – это полностью обладаемый дьявол. Теперь вопрос. Как проявляется в жизни человека ситуация, когда он отягощен духовно? И я хочу вам перечислить некоторые примеры. Но для начала прошу вас открыть ещё одно место. Псалом 142, 3 и 4 стихи. Псалом 142, 3 и 4 стихи. Здесь говорится, «Враг преследует душу мою, топтал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерший, и уныл во мне дух мой, а не мело во мне сердце моё». Вы знаете, человек – это триединое существо – дух, душа и тело. В Священном Писании есть свидетельство на эту тему. И мы видим, что автор вот этого послания, Псалма, он говорит, «Враг преследует душу мою, а не имел во мне дух мой». Знаете, человек – это триединое существо. Если у вас страдает тело, у вас ваше настроение портится, это влияет на вашу душу. Ваше настроение влияет на ваше отношение с Богом, на ваш дух. И мы видим, как влияние на душу, эмоциональные реакции, и скук, и доверие, страхи, вы знаете, а не имел дух. Влияние на душу, тяло не может прикоснуться к сердцевине жизни человека, к духу человека, но душу человека он атакует. И в результате а не имел дух. Поэтому я хочу показать, как дьявол, оказываясь в непосредственном влиянии жизни человека, практически как это проявляется. Во-первых, тормозится духовный рост человека. Вы знаете, можно сказать, что человек очень трудно расправляется со своими проблемами греховными. Если у него есть какие-то греховные привычки, он никак не может из них выбраться. По причине того, что он на самом деле связан. Напомню вам ситуацию такую, когда Лазарь воскрес. Вот это тоже пророческая картина возвращения человека к упованию живому, когда человек возрождается к упованию живому. И он вышел, но он был настолько связан, что он не пошел. Иисус говорит, развяжите их в Лазарь. Иногда нам нужно оказать душепопечительскую помощь человеку, который пришел ко Христу, чтобы он в итоге побежал за Богом. Потому что он не может расти из-за того, что он связан, он не может бежать, как следует, за Господом, из-за того, что в его жизни нет свободы. Вы знаете, демоническое отягощение провоцирует горечь, депрессию, ревность, тревогу. Демоническое отягощение делает нас уязвимыми для болезни. Человек из болезни в болезнь, из болезни в болезнь. Потому что дьяволу очень легко приносит болезнь в жизни такого человека. Он в непосредственной близости, прямо где-то внутри, в теле, или он висит, как присоска. Эмоциональные реакции, за которые потом стыдно. Человек как-то повел себя, потом говорит, ну как я так вообще, как это вообще. Возможно, это как будто не я делал себя таким образом. Стыдно даже. Отягощение духовное расшатывает веру человека, искажает Священное Писание. Иногда удивительно, как люди могут читать Писание и делать выводы, ну кажется, обратные вообще. Человек читает Писание, и он настолько неправильные выводы, искаженно понимает Священное Писание. Из-за того, что он отягощен. Также мы можем сказать, что при отягощении духовном, если у человека вот здесь какие-то проявления эмоциональные, греховные. Знаете, если человек просто борется с последствиями, ничего не меняется. Хоть это болезнь, хоть это эмоциональное проявление, хоть это греховное проявление, привычка. Хотя он борется с этим, ничего, он не может получить освобождение, ничего не меняется. Почему? Потому что ему нужно освобождение. Ему нужно избавление от этого отягощения. Невозможно с этими внешними проявлениями вести борьбу. И, наконец, еще одно последствие. Человек не может практически любить, находясь под духовным ательюшем. Вынужден, с большим трудом прощать. Это практически некоторое применение. Еще раз хочу дать вам такое благословское опознавание взаимосвязи свободы и зрелости. В Галатах 5.1 говорится «Состойте свободе, которую дровал вам Христос». Это очень важное понятие «свобода». И есть понятие «зрелость». В Ефесянам 4 главе 13 стихе говорится о том, что мы должны прийти все к единству веры, к познанию Сына Божьего Иисуса Христа. Речь идет о зрелости. Но в том-то и дело, что зрелость не наступает у человека, который не свободен, который отягощен, который как Лазарь завязан. Потому что он не может зреть, он очень трудно приходит. Приходит свобода, и человек очень легко начинает развиваться и идти за Господом. Поэтому многие люди, которые приходят в церковь, они приносят с собой отягощение. Многие, может быть, я преувеличиваю, но некоторые люди обладают им. Наверное, три главные двери, которые есть. О дверях как-нибудь в следующий раз поговорим. Но есть три двери. Это обида, это оккультизм и сексуальные грехи. Это те двери, которые чаще всего становятся причиной для духовного отягощения людей. Обычно человек в церкви, верующий в Иисуса Христа, отягощенным становится не в результате того, что он искал Бога, и вдруг что-то с ним произошло, и он в результате оказался под бессовским влиянием. Хотя и такое бывает. И такое бывает. Гораздо чаще происходит на самом деле другой процесс. Человек пришел из мира, он принял Иисуса Христа, он весь просто обложен территорией врага, и Бог вкладывает свое зерно, свое царство внутрь него. Полностью ли он освящен? Нет. Господь говорит, я его Господь. Процесс освящения, освобождения от этого влияния, от этих греховных точек, от демонического отягощения, это процесс. Он требует сотрудничества человека с Богом, и также он требует того, чтобы зачастую иногда была помощь оказана извне. Есть люди, которые нуждаются в том, чтобы кто-то помог членам семьи освободиться. Развяжите лазер. Одна из причин, почему я говорю на эту тему, не потому что у нас такая острая проблема, и кто-то отягощен. Вообще не об этом, не по этой причине я говорю на эту тему. Но на самом деле я верю, что вопросом душепопечения должен заниматься далеко не пастор. Я уже сказал, и не только пастор, скажем так. Я, на мой взгляд, понимаю душепопечения, но при этом я могу сказать, что я несчастлив, когда я этим занимаюсь. То есть я не могу сказать, что это вот мое, мне так радостно, дайте мне следующего, я буду заниматься всем этим. Вы знаете, поэтому я верю, что есть люди, которые подставят плечо, и они также будут заниматься качественно, оказывая душепопечения, прегодящим людям в церковь. Аминь. Давайте встанем помолиться. Хочется закончить.